Тысячи зрителей, море эмоций, телетрансляция на всю страну. В сирийский Алеппо возвращается большой спорт. Там состоялся первый со дня освобождения города от террористов футбольный матч. Играли в условиях повышенных мер безопасности. Ее обеспечивали бойцы российской военной полиции. Среди болельщиков на трибунах был и наш корреспондент Клим Санаткин. Это событие здесь действительно ждали. Все болельщики футбола собрались на стадионе в Алеппо. Их родная команда снова выходит на поле. Болеют за своих футбольный клуб Аль-Итихат. Главная команда Алеппо. Перед началом прогнозы. Мы победим 2-0. Победим, неважно с каким счетом. Соперник Джейш. Футбольный армейский клуб. Из Дамаска. Игру ждали. Трибуны в Алеппо молчали долгих 5 лет. Вы вряд ли можете представить, как я рад, что болею за любимую команду. Футбол вернулся. Большой футбол. Болеем за сборную Алеппо. Она еще выиграет Кубок Сирии. Вот увидите. Это не передать словами. Прийти вот так на футбольный матч. Вернулся футбол. А вместе с ним и мир. На стадионе до сих пор сохранились следы от обстрелов. Это одна из воронок. Но после того, как из города выбили боевиков, у игроков появилась снова возможность выйти на поле. Но от такого количества болельщиков здесь не было уже давно. Почти 8 тысяч зрителей. Газон далеко не идеальный. Но здесь говорят, главное, что его вообще сохранили. Матч транслируют в прямом эфире на всю страну. Комментаторское кресло «Хамеля Нажми» рядом с разрывом снаряда. 23 года он комментирует футбольные матчи. Я снова комментирую, как будто и не было этой войны. Что бы ни случилось, игра должна продолжаться. Алеппо для меня – это еще и спортивный центр нашей страны. Главный стадион «Стат Алеппо», вмещающий почти 80 тысяч человек, все еще на линии соприкосновения. Поэтому матч было решено провести на стадионе поменьше. Так безопаснее помогают российские военные. Совместно с военными полицейскими сирийской армии делаем досмотр лиц, проходящих на стадион. На предмет изъятия у них каких-то петард, взрывчатых веществ, возможно, самовоспламеняющихся веществ, повышенные меры, возможно, какие-то провокации. Для игроков, вышедших на поле, это не просто игра, а символ несломленного духа. Все это время, пока шли бои, они не переставали тренироваться. Порой на свой страх и риск. Было так, что рядом рвались снаряды прямо во время тренировок. Мы ждали, пока станет тише и снова продолжали заниматься. Несколько моих спортсменов получили мелкие ранения. Хорошо, что несерьезно, все целы. Алеппо – город, который не сдается. Не сдадимся и мы на поле. Пять желтых карточек, два штрафных. Матч завершился ничьей. Символично, ведь главная победа общая над терроризмом в Алеппо. Клим Санатко, Вячеслав Черешко, Никита Севастьянов. Первый канал. Алеппо. Сирия.